Всем привет! Вы на канале Папа Фан 2 Машинки. Ребята, и сейчас мы с вами запустим Heals of Steel, игрушку, связанную с танками, да? Так, давайте посмотрим. У нас было недавно обновление. Давайте сейчас почитаем, что у нас тут добавилось. Что нового? Мультиплеер 1 на 1. Играй против танков игроков со всего света. Так, ребята, ну что-то прикольненькое добавили в игру. Получается, да? 1 на 1. Схваточка. Но, скорее всего, не в режиме реального времени света будет происходить. А, скорее всего, ботом... Ой-ой-ой, танком противник будет управлять бот. Скорее всего. Так, новый танк. Подружись с электричеством и стань грозой своих врагов с новым роскошным танком Тесла. Угу, ребята. И новенький танк добавили в игру. Давайте посмотрим на картиночки. Так, допустим. Здесь у нас PvP 1 на 1. Так, все это понятно. И вот, смотрите, новый танк Тесла. Похоже, он поражает сразу несколько врагов. Да, разряд электрический такой нехилый, друзья мои. Так, ладно. Ну, я его пока еще не смог купить, так как у меня там монеток совсем нет. Ладно, запускаем и смотрим. Смотрим, проверяем, что это за обновление такое прикольненькое. Добро пожаловать. Ну что, ребята. Ну что, друзья мои. Один на один вижу вкладочку, да? Так, а что еще у нас тут есть, допустим? Атак в пустыне. Эй! Так, 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 да. Крушитель луны, это все было уже, как бы так. Зимняя война, это все было. Один на один. Сейчас, секундочку. Так, сейчас, секундочку. Один на один мы его, наверное, будем проверять, да? Вот это что такое? Хейплей. Что это значит? Что это значит? Непонятно. Окей. Оставляем все пока как есть. И сейчас с вами, ребята, запустим... Запустим тестовый режим один на один. Поехали. Чего? Чего? Девайс тестаем. Что такое? Что? Что происходит, ребят? Что-то я не понимаю. Я же вроде вошел, все нормально. А что-то режим один на один у меня не запускается. В чем проблема? В чем проблема? В чем проблема, господа? Готит. Что такое? Давайте, запускайте уже меня туда. Похоже, нужно регаться где-то. Где-то в какой-то хейплей нужно регаться, что ли? Я не понимаю, друзья мои. Ладно, давайте сейчас проверим. Сюда тоже не заходит. Что происходит? Непонятно. Так. Зимняя война. Так, давайте касада посреди лета, допустим. Да, я давно не заходил в игру. У нас пила вот стоит на Джокере. А на остальных вроде у нас пилы и нету. Так, 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 так. Давайте посмотрим на Теслу, кстати. Ой, 20 тысяч стоит. Либо за 690 рублей можно купить. Вот это вот чудо-технику. Да, да, жаль, конечно, мы его не можем открыть пока. Так, ребята, за 20 тысяч купить. Так еще ее прокачать придется. Ой, вот она кошмарит, похоже. Вообще какая-то чумовая... Чумовая техника, судя по всему. Вот так, 20 тысяч она стоит. Друзья мои, ну я не могу пока купить. Что ж ты будешь делать? Что ж ты будешь делать? Так. Ладно, давайте запустим тогда... Атака посреди лета. Я не понимаю, почему 1 на 1 режим 1 на 1 не работает. А, друзья мои? Пишите в комментариях, у кого работают, у кого нет. Либо реально нужно регаться в какой-то хэй... Хэйплей, что ли, как он называется правильно? Ну что, ребята, ладно, давайте сейчас покатаемся немножко. А вы пишите в комментариях, у кого получилось запустить. И что мне нужно сделать. Возможно, я попозже сам с этим разберусь. Так. На этой карте у меня рекорд 518. Да, ребята, я накрошил здесь неплохо, да? Так, 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 что ты будешь делать? Я не понял. А где у нас волна? Так, ладно. Вроде там еще один какой-то танк был. Ага. Едем вперед. На 9 поверженных врагах. Или на сколько? У нас должен появиться босс. Да, ребят, давно я не играл в эту игру. А смысл играть? Ждем просто обновления. Вот, вышло обновление, допустим. Но у нас что-то... Один на один режим не работает. Нужно реально, похоже, регаться, регаться, зарегистрироваться на каком-то сайте, ребята. Чтобы можно было... Один на один режимчик запустить. Так. Что ты будешь делать? Что ты будешь делать? Так, давайте-ка используем мы с вами... Используем с вами волну. Так как у нас уже, как бы, сейчас появится босс. И после босса... А, после 10 появляется, да? После босса у нас, ребята, появится... Ой, то есть, после босса нам дают возможность использовать еще разочек. Вот это вот усилитель. Давай, отстреливаемся. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Так-так-так, вот он стреляет неплохими такими снарядами. Так, что-то он не успел, совсем слабак. Ага, ага. Коробочка уровень 2. Угу. Так, продолжаем. Продолжаем. Чуть я не понял. Эй-ей. Приятель, а что такое? Почему у меня ящик теперь? Что, получается, после того, как уничтожаем врага, у нас меняется... Меняется автоматически, как-то рандомно меняется этот, что ли, бонусная вот эта вот штука. Вот нам дали, допустим, сейчас коробочку. То есть, можем мы немножко тоже отхилиться, восстановить танк, да, допустим. Угу. А у нас изначально была... Волна у нас была, ребята. Что за дела? Да? У нас волна стояла. То есть, теперь у нас автоматически, после того, как мы уничтожаем босса, у нас что-то новое не креставится. Понятно. Либо я ошибаюсь. Ладно, сейчас доберемся до второго босса на 27... На 27 очков, по-моему. Если я не ошибаюсь, то 27 поверженных врагов, и у нас должен появиться босс. Да-да-да-да-да-да-да, чувак. Чувак, чувачок. А-23, еще 4 остается. Ага. Мы можем, в принципе, наверное, все-таки использовать... Давайте используем, так как он не особо-то много восстанавливает хпшечки. Смотрите, вообще капулечек, просто капулечек. Полезнее было бы, конечно, если бы у нас была волна, мы бы могли влететь в толпу и использовать эту волну, чтобы нанести ему урончик. Правда, не все танки уничтожают с этой волны. Но слабенькие танки, они разносятся быстро. Эй-ёй-ёй-ёй, приятель, приятель, хорош. С вами ракетами стрелять. Как же ты меня бесишь. Вот этот бешеный танк... Хоть и... Ой, что-то я прям подлетел к нему. Ладно, давайте вот так вот сейчас. О, какие огромные у тебя ракеты. У меня поменьше будет. О, я тебя прям по башне. А ты не попадаешь вообще, смотрите. Удачно так встал. Правда, и меня попадают осколками тоже. Но все равно... Все равно по нему-то урончик больше походит. Так, подождите, опять какой-то ящик у нас стоит. Да что ты будешь делать? Ну, друзья мои. Либо я все-таки ящик оставил. А почему тогда... С самого начала у нас была волна. Непонятно. Тоже вопросик такой интересный. Может, все-таки рандом. И опять нам выпал ящик. Восстанавливающий здоровье. Да что ты, хорош там стрелять-то уже. Но... Ты еще живой, что ли? Я думал, все уничтожил тебя. Так, ребят, придется нам использовать ящик. Давай сейчас. Ням-ням-ням-ням-ням. У нас практически полная жизнь. Так, и на скольки у нас появится новенький... Еще один очередной боссик. Вообще, ребята, я монеты коплю не на этой локации. Я вообще монеты люблю копить на локации атаков пустыни. Где там вертолетики. Там более-менее очков побольше дают. По-моему, четыре монетки дают за поверженного врага. Да. Так. Пока ничего серьезного. Пока что у нас ничего не происходит. Да, ребят, две тысячи... Ой, двадцать тысяч монеток накопить, это вам, конечно, не так-то и просто будет. Но накопить можно. К сожалению, бак у нас не работает с этими монетками. Как-то я записывал в видео, было время полгода назад, что ли. Где можно было зарабатывать монеточки на монеточки. Неплохо так можно было заработать монетки. Вот тогда нужно было просто-просто накопить очень много монет. И все было бы хорошо, в принципе. Но, но, что-то, ребят, я забил на это дело. И вот теперь монеток у нас нету. Надо было использовать тот самый бак максимально эффективно. Вот такая вот убивалка времени, в принципе. Так, на скольки у нас появится босс? Подождите, 27. Сейчас на 44, 17. Плюс еще, допустим, 17. 15, 51. Ой, 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 60 где-то. Сколько-то, что ли, должно быть у нас врагов поверженных? Чтобы появился очередной боссик. Смотри, чем дальше, тем больше врагов. Да? Чем дальше, тем жарче становится. У нас просто начинается какая-то каша твориться. Хотя нет, не 60 с чем-то. Тут поменьше, наверное. 50, сколько-то. Я даже не знаю. Ладно, сейчас проверим мы с вами. 55, что ли? Эй! Нет, что? 56 получается поверженных врагов. И у нас должен появиться босс. Он сам себя сейчас. Давай. Опаньки. Давай. Нет? А, красавчик. Да, опять этот чувачок. Так. Как самый первый боссик у нас был. Такой же прям. Давайте в лобовую. Сейчас будем его ракеты отбивать. Ребята, что-то кажется он меня сейчас... Ах ты ж засранец такой. Ладно, ребята. Так. Пишите в комментариях. Пишите в комментариях. Да, друзья мои. Как можно ли запустить вообще? Так, можно ли запустить этот... PvP-режим. Один на один. У меня не получается. Ну, судя по всему, нужно... Нужно хейплей. Нужно регистрироваться на какой-то хейплей. Ладно, я попозже, наверное, попробую. Ребята, и запилим мы с вами еще один ролик. И хотелось бы, конечно, протестировать... Протестировать новенький танк. Хотелось бы протестировать новенький танк. Который называется Тесла. Выглядит она очень здоровски. Но, к сожалению, монет нет. Покупать за 700 рублей, это вообще безумие, да? Это вообще... Это реально безумие покупать за 700 рублей. Так что, ребята, не будем мы заморачиваться. Конечно, можно было проще как бы... Добойтись. Допустим, скачать просто взломанную версию и просто протестировать этот танк необычный Тесла на максимальной прокачке. Да. Так было, конечно, проще. Но, ребята, не знаю. Все-таки создатели стараются. Поэтому... Нужно их тоже как-то благодарить. Хотя бы просмотрами рекламных роликов. Да. Ладно, ребят. На этом тогда все. Пока. Подписывайтесь на канал. Жмакайте на колокольчик. Ставьте лайки. Комментируйте. Делитесь этим видео. Всем удачи. И до новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok